Слава нашему Господу! 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 И последний тоже, чтобы он не говорил, но его цель, его задача увести людей в молитвенное состояние, чтобы они молились. Чтобы то, что было слышно, в сердце запечатлилось. И чтобы на будущее время, для будущих сражений и как следствие для будущих побед получить силу от Господа и благословение. И я прочитаю сегодня один текст Писания. Это будет вторая глава первого послания к Тимофею. Это будет всем известное место. Но тема будет не совсем по этому тексту, но будет связана с ней. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью тела мудрые, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вы помните, где один раз была такая тема, не помню, уже когда-то было, я говорил о благочестии. Это особый раздел учения, который здесь в Евангелии. Вы найдете, это будет повторение учения о крещениях, помните, так написано. О воздражении рук, это тоже часть учения евангельского, о суде вечном и так далее. И в то же самое время, еще есть часть евангельского учения, это учение о благочестии. И это настолько важно для Господа, что Господь напомнил, что телесные упражнения, это четвертая глава, то же самое послание, мало полезны. А благочестие полезно на все. Име обетование жизни, настоящее и будущее. И говорит, итак, упражняй себя в благочестии. И вот эта часть учения, учение о благочестии, она должна быть свойственна и молодым людям, и пожилым людям. И вот я сегодня, насколько Господь позволит. Это тоже было рождено не так просто, когда я однажды сидел, рассуждал над проповедями и над тем, ну, все-таки мне много надо ехать и надо, и что, ты же говорить, не будешь говорить одно и то же. Хотя я часто повторяюсь. Потому что, что в одном месте известно, то в другом еще не слышали. И мне пришла мысль говорить на тему о положении пожилых людей в церкви, о старцах и старицах, к которым непосредственно, наверное, очень мало брошено проповеди. Обычно говорят к молодым, к юношам, к девицам. Их учат, как им жить, как поступать, о старцах мало говорят. И некоторое время я как-то, ну, с одной стороны, вроде знаю Писание, но как-то не раскрывалась эта тема. И когда я собирался ехать в одну церковь, она как-то мгновенно прошла по всем аспектам. Я приезжаю в ту церковь. В этой церкви я ни разу не был, потому что это церковь нерегистрированная. Они никогда не принадлежали к нашему союзу. Но там почему-то пастор попросил, ну, приедь к нам. У нас такое трудное положение. Мы, значит, нуждаемся, чтобы кто-то нас посетил. Ну, ты приедь к нам. Ну, скажи нам что-нибудь. И когда я зашел в эту церковь, там, казалось, человек 40, ну, где-то, наверное, человек 5 или 6, люди среднего возраста и молодого. Все остальные, это люди с седыми головами. Это люди, которые прожили трудную жизнь. И тогда я понял, что Богу небезразличны старцы, и у Него для них в Священном Писании есть также учение о благочестии. И это для Бога небезразлично. И я начну с того, если бы сегодня нас спросили, к чему вы готовитесь к вашей жизни? Ну, наверное, ответы были бы разными. Большинство ответило бы, готовимся к переселению, готовимся к восхищению церкви. И это правильно. Но все мы знаем, что перед тем, как нам перешелиться в вечность, как нам быть восхищенными, многим из нас придется пройти через время старости, а некоторым и глубокой старости. И, наверное, это не так просто. Мы все бываем очень такими твердыми в одни молодости, когда есть силы, когда есть здоровье. Но когда приходит время старости, к сожалению, вот эта твердость часто исчезает. Почему? По какой причине? Это особый разговор. Это особая тема. Но, тем не менее, это очень ответственный период. В период старости и время перехода в вечность. Мы ради этого живем долгие годы на земле. Для того, чтобы нас Господь обратил к себе, Ему предоставилось право дать нам жизнь трудную пережить. Причем мы сказали, мы не можем жить так дальше без Господа. И вот проходили времена, проходили различные события в нашей жизни, и, наконец, приходило время, когда мы в первый раз склоняли колени. Кто в старости уже, кто в молодости. Но если Господь продлит нашу жизнь, если время будет продолжаться на земле, то нам, хотим мы или не хотим, нам придется пережить время, время старости, время немощи, время, в котором мы будем пользоваться теми запасами, которые мы приобрели во время нашей молодости. И поэтому, немножко, чуть-чуть, делая шаг один назад, я хочу сказать, что все мы, жители земли, должны не забыть о том, что нам надо готовиться ко всему. И прежде всего, к пересельной неувешенности, но и надо готовиться к старости, которая однажды придет в нашу жизнь. Может быть, кому-то и не придет. И мы видели тех людей, которые в молодости отошли в вечность. Они не знают, что такое щадые волосы, они не знают, что такое дрожащие руки, они не знают, что такое быть на побечании, кого-то уже самому, так сказать, не иметь силы, саму себя даже обслуживать и питать тем более. Но для некоторых это время придет. И потому, дорогие братья и сестры, все разумные люди, в том числе и библейские, когда они жили на земле, они не забывали, что однажды в их жизнь постучится время старости. И придется открыть. Вот если сегодня в ваших домах можете кому-то открыть, если к вам стучаться, и можете не открыть. Когда начнется стучаться старость, вы никуда не денетесь. Против вашего желания, против того, что это вам может быть неприятно, вам придет открыть двери этому времени, который придет в вашу жизнь. И при этом ответственного времени. И я часто, а сегодня я повторюсь, слышу такие слова. Вот говорю, если бы я отошел или отошла в вечности молодости, то точно был бы спасен. А сегодня же кто его знает? А сегодня кто его знает? Так, конечно, не должно быть. Но я говорю о том, что бывает. И часто бывает то, что нежелательно, чтобы оно было. Но оно приходит в нашу жизнь. И вот люди, которые именно понимали и смысл жизни, и что жизнь нелегко пройти, тем более время старости, они хорошо понимали, что надо делать. Но прежде всего, я хочу убедить наших старцев, тех, которые считают, что они никому не нужны, что в церкви они ничего сделать не могут. Вы знаете, что Библия говорит? Сегодня в некоторой мере говорилось о прославлении. И мы говорили о некоторых вопросах, которые связаны с прославлением. И как Господь прославляется? И, конечно же, наверное, сказать самое простое, наверное, не совсем то, что будет, но, наверное, одно из простых, прославлять Господа устами. Конечно, надо и сердцем. Это, наверное, проще. Делом немножко труднее. Но даже в прославлении устами Библия вот что говорит. Как Бог воспринимает этих старцев, которых наблюдают в церкви? Я вам читаю 148-й Псалом, 11-й, 13-й стих. Он очень интересный. Он говорит о том, что Бог нуждается в ваших прославлениях, в ваших словах благодарения. И это место звучит так. Смотрите. «Цары земные и все народы, князья и все судьи земные, и юноши и девицы, старцы и отроки дославят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено». Вот наравне с прославлением из уст царей, наравне с прославлением из уст судей, которые сегодня великий вес имеют на земле, на роду с девицами и юношами, с теми, которые Господь сказал, вы сильные юноши, вы победили лукавого. Здесь стоит одна интересная связка. Старцы и отроки дославят имя Господа. Бог их поставил в одну связку. Отрок. Хотя в древнее время отроками иногда называли их 20 лет, но я сегодня говорю нашим языком. Это тот человек, который еще не вошел в полную силу, еще не имеет той полноты мудрости. А старец, который вышел из той полноты, и Бог их поставил рядом, отроки и старцы, дославят имя Господа, ибо имя Его единого превоснищенно. Когда Бог наказывал свой народ, то особым проявлением гнева было тогда, когда вместе с молодыми подвергались наказанию и старцы. И он говорил так, я не цитирую эти места, они у меня записаны здесь, я просто по памяти говорю, чтобы немножко сократить время, потому что я еще буду говорить кое о чем. Это обычно звучит так, и пошлю меч на эту землю, и падут от меча знаменитые люди, простолюдины, юноши, девицы и так далее, и в конце говорят, и даже старцы будут избиты мечом. Вообще, Бог очень щадит их. Хотя им кажется, в силу их немощи, что их Бог забыл, потому что они немощны стали. Но на самом деле, Господь о старцах предлагает нам иметь особое попечение, особое отношение к ним, хотя не упускает из виду того, что их тоже надо наставлять иногда. И вы помните, написано, в участии было честью, старца не укоряй, но вразумляй, как отца. Помните? Старец, как матерей, молодых, как сестер, и так далее, и так далее, и так далее. И Господь у них обращает особое внимание, и особенно учит, чтобы мы сегодня почитали старцев. Что-то подсказать и почитать, это не идет вразрез одно с другим. Я буду немножко говорить на эту тему. А то не просто, что если я что-то говорю пожилому, то значит, я его не уважаю. Это совсем так не трактуется, это совсем так не понимается. Но тем не менее, вся Библия пронизана желанием научить нас, людей и молодых, почитать и уважать старцев. Говорят, прадицом щедого вставай. И помните, это место Писания. Вставанием почитали особых людей. Не просто лишь бы кого. Можно много найти текстов щедого Писания. И очень интересно называют Библией поведение людей, которые не уважают и не почитают старцев. И она в одном тексте говорит так. И восстанет народ наглый, который не уважит старца. нам не хочет видеть наглых людей. И мы сам не желаем быть наглыми. Но если где-то у сердца таится пренеброжение или другими словами сказать неуважение, то Библия говорит, это наглый, который забыл о многом. Что эти старцы, может быть, они перенесли трудное время. Что эти отцы и матера вас на руках выносили, бессонные ночи растили вас. И когда вы выросли, нет уважения, нет почтения к старцу. Вот это наглый уже. Это не просто человек, который не понимает, что делает. Это не просто некультурный. Библия говорит наглый. Но я сегодня именно хочу взять ту тему, чтобы к той старости, которую будут уважать, надо готовиться и уходить в нее готовым к старости. Вот так же, как к переселению, готовиться к старости надо. И вот один мудрый человек, а я думаю, никто из вас не будет оспаривать, что он был мудрый, это был великий царь народа израильского, царь Давид, которого был путь, как мы еще говорим, как лучезарный путь. Он был взят от стада пастушеского, и Господь был возведен на трон. И Бог о нем сказал, я нашел себе мужа по сердцу своему, Давида, который исполнит все мои желания и все мои хотения. Это был псалмопеев до сегодняшнего дня. Евреи считают Давида одним из величайших поэтов всех времен. И это правда. Нам все мне трудно оценить его рифму, нам все мне трудно оценить его слух, но мы сегодня оцениваем ту глубину пророчеств, которая заложена в этих псалмах. И проходят века, проходят поколения, для самых различных деноминаций эти псалмы часто открывают глубины Божьи. Мы в них черпаем вдохновение. и вот этот великий человек, который был царем, которого подчинение имел армию, и 30 сильных праведных людей вокруг него были, которые готовы в любое мгновение снять голову кому-то, если его обижали. И он однажды встал и молится такой интересной молитвой. Послушайте, эту молитву, которой молился царь Давид, сладкий певец Израилев, пророк, помазанник Божий, национальный герой, мужественный человек. Он пережил многое. Он знал, что такое опасность. И вот он должен молиться так и говорит. 70 Псалом 18 стих. И до старости и до седины не оставь меня, Боже, доколь не возьмешь силы твоей родущему и всем градущим могу счасть твоего. Давид, ты ж умный человек. Ты ж знаешь, за твоей спиной стоит армия. Ты царь. Одна твоя команда и головы не будет у кого-то, если ты это посчитаешь нужным сделать. Притом, ты имеешь внутри себя Дух Святой. Ты пророк один из величайших. Вот этот человек, понимая опасность этого времени, молится перед Господом. Господи, и до старости, и до седины не вставь меня, Боже. И сейчас Исайю, ну, наверное, не Давиду, потому что они в разное время пророчествовали. Это тоже ответ. Бог мог бы в то время так сказать Давиду. Он вот что сказал. 46 64 И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я буду носить вас. Я создал и буду носить вас, поддерживать вас и охранять вас. Это ответ старикам от Господа, которые молятся о том, что Господи, и до старости, и до седины не оставь меня Боже. Братья мои сестры, сколько сегодня есть людей пожилого возраста, которые находятся в тревоге, которые находятся иногда в отчаянии, но я уже стар, дети разошлись, кто меня будет кормить, кто меня похоронит, вот это, кто меня похоронит, настолько сильно берет плен, не имеет покоя, не имеет мира, лишаются благословения. Бог сказал тебе, и до старости, и до седины, я тот же буду. Я образовал вас, и я буду носить вас, и я буду поддерживать вас, и вы нигде не найдете, чтобы умерший старик валялся где-то на улице, хоронили, похоронят и вас, кормили, накормят и вас, это обещание Божие, вот мы сегодня вместо того, чтобы ходить в смущении, чтобы ходить с дрожащим сердцем, а что будет дальше, надо поднять свое здоровье к небу и благодарить того, который нас дал такое обещание на все века, для всех племен, для всех народов, для всех сословий, и до старости, и до седины, я тот же буду. Я сотворил вас, я образовал вас, я буду и носить вас, и буду поддерживать вас. И вот Давид ходил по земле, жил, и очень хорошо он сделал, что он молился во время молодости о той старости, которая приближается. Вот однажды Библия рисует нам такую картину. Вы знаете, в то время цары, которые царствовали в Израиле, они не сидели в блиндажах и укреплениях, когда нужно было воевать. Они садились на коне, брали в свои руки оружие и перед своим войском шли вперед. И Давид был такой же. О нем говорили, что это очень мужественный человек. С одной стороны, он имел совет с Богом, но когда он получал добро от Господа, то вы знаете, почти говорили, и вы говорили, знаете, какой храбрый отец ваш? А вот все это знают, какой он храбрый. И храбрость была одна из черт характера Давида, за что он однажды попал в служу и враженосце к Саулу, своему господину, тогдашнему царю. И вот однажды, наверное, после многих схваток, после многих сражений, Библия, они говорят, как о многих случаях, когда они сражались, однажды, вышел в одной раз, опять Давид пошел на войну. Вот, слушайте, что написано. И открылась снова война между филищинлянами и израильянами. И вышел Давид и слухи его с ним. И воевали с филищинлянами. И Давид утомился. Вы когда-нибудь до этого времени видели такое выражение, что Давид утомился? Никогда достиг их, нанес поражение, взял плен, освободил. Вот характеристика его действий. И здесь впервые в Библии во время военных действий на поле сражения Библии отмечают и Давид утомился. И тогда и если один из потомков Рафаимов, у которого копья была весом 300 щеклемедий и который опоясан был новым мечом, хотел поражить Давида. Я думаю во времена сражений у всех врагов было такое желание, но здесь особо отмечено Давид утомился и тут же рядом тот, с которым шутить не будешь. Один из потомков Рафаимов это что-то вроде Голиафа, где копья как наводят качей, где новый меч при бедре. И вот эти молитвы Давида, они пришли на память перед Богом. Но ему помог Овеса сын Саруин и поразил Филистимлянина и умер пил ее. Тогда люди Давида упоклялись, говорят, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Я думаю, говорят, вот его однажды время пустое провождение послужило ему к греху. Это была его проблема. Но в то время израильчане или войны Давида, они сделали верный вывод, что все, Давид, ты уже начал утомляться. Ты не заметил, как тебя стали покидать силы, а мы это заметили. Итак, для нас лучше будет, если будешь писать салмы, если будешь молиться, если будешь пророком, но уже на войну ты вместе с нами не пойдешь. Мы жалеем тебя, как святильника великого Бога Израилева. Ты с нами на войну больше не пойдешь. Братья мои и сестры, в жизни людей бывают такие мгновения, когда они уже начинают терять силы, но они еще этого не замечают. Они еще думают, что они молоды, что они полны энергию, что их задача одерживать победы, а со стороны уже видно, что не тот. Был тот, но теперь уже не тот. И Давид тогда послушал. Он больше никогда не усыпал в стражение, не ходил на поля стражений. в свое время он молился, Господи, буду жить, а это мы все знаем, что так бывает. Будут отшитываться года, и я вольно или невольно буду приближаться к старости. Вот оно прошло, а он еще не заметил. Вы знаете, я тоже иногда думаю, что я еще молодой, в полном смысле. Потом когда гляну на лыщину свою, думаю, ну все, все-таки не тот. меня сейчас спрашивают, Коля, это ты? Я говорю, да, это я. Ну не тот, который был 25, а который уже 50, за 50, ну то я. И так с каждым из нас. И этот этап пройдет каждый из нас. Второй случай. Как важно готовиться к старости, к дням немощи. И однажды Библия, которого вначале говорила о том, что Давид был юноша, но очень мужественным, вышел навстречу Голиапу, поразил его голову, и была великая победа. И о том же самом Давиде однажды Библия говорит такие слова. Давид состарелся, пошел в преклонные лета, его покрывали одеждами, и он не мог согреться. Вы думаете, а почему Библия об этом говорит так? В жизни каждого мужа Божьего, которое написано в Библии, были разные времена. Но из этих времен Бог или Дух Святой выбирал необычные события, на которых была жизнь того человека сконцентрирована. Библия. Вот здесь уже, будучи на троне, будучи призванным управлять государством, Библия говорит, основная забота Давида была согреться. Все остальное он уже не мог контролировать. Вы понимаете, как это важно было в жизни Давида? Ну, там интересное место. Он не всегда так прилично читает. Ну, вы знаете, что? Мы наедине читаем все. А вот когда публично говорим, ну, что ты, ты читаешь за место нашел? Ну, не мог найти друг. Как будто он никогда его не читал и побегает дома, когда наедине. На той Библии написано. И вот что интересно, я как раз это место употребляю, оно очень важно. Нашли выход. Мы ему найдем молодую девицу, которая согреет. И нашли Ависагусу на Митянку. Но Давид в то время уже, наверное, не способен был что-то предусматривать наперед. Ависага обозначает отец заблуждается. Ну, привели к нему и сказали, вот Ависага, она тебе помогать будет, ты старый. Он подумал бы, а почему-то мне такую девицу привели, которая носит имя отец заблуждается. Он не подумал. И согреться не согрелся. Но старик, жить продолжалось. И вот однажды ему приходят и говорят, Давид, ты еще пытаешься согреться, а ты в царстве бунт, а ты в царстве возмущение. И пророк Нафан, который был поставлен Господом, быть рядом с Давидом. И на время его старости говорит Матерь Соломона, слушай, Вирсавия, иди скорее к Давиду. Потому что сегодня уже вопреки воле Божьей и твоей воле восстарался Адония. И он собрал вокруг себя людей. И они пьют, едят, восклицают, доживет царь Адония. Так что быстренько давай иди к Давиду и спасай жизнь твою и жизнь твоего сына Соломона. Вы знаете почему? Потому когда вообще древние времена когда кто-то из правителей вступал на царство он обязательно избавлялся от конкурентов. И очень часто путем насилия и путем меча. И Рокнафан хорошо понимал что если в это время Давид не сделает выводов то жизнь Вирсавии жизнь Соломона жизнь других прибежных Давидов окажется в опасности. Если Адония возьмет полный контроль над государством. Если получит свои руки армию он сделает все чтобы они не жили. Это его конкуренты. Это те которые могут его снять с престола. И тогда Давид отвлечен от своих мыслей согреться или просто напросто доживать свои дни делает твердые решения. Как я говорил так я и сделаю. Немедленно осла посадите на осла моего Соломона введите его к Геону пусть священник поважать телем и тут же прозгласите доживет царь Соломон. Братья мои и сестры но впоследствии пролилась кровь все таки. Потому что было разделение одни стали на одну сторону другие стали на другую сторону. Но Бог во время старости в силу того что Давид готовился он держал радов помощник которые сказали ему Давид немедленно начинают действовать все хватит просто наживать свой век делай решительный шаг как это важно чтобы Господь в нашей жизни шел рядышком с нами особенно во время старости когда уже нет той будительности и вот дорогие братья и сестры изучение о благочестии Библия напоминает что вы не только нужны Господу не только что он ценит вашу старость не только что он оберегает нас но тем не менее он имеет в отношении вас некоторые требования и в послании к титулу написано скажи чтобы старцы были какие бдительны трезвы в вере верны во всем чтобы были бдительны вот как раз здесь бдительности в отношении Давида и не было но Бог помог ему почему пришло время старости и потом благодарение Богу что и во время юности и во время молодости и во время старости и во время щадины Господь сказал я буду с тобой я образовал тебя и буду носить раньше ты ходил теперь тебя носить надо но великое счастье что я буду с тобой и найдутся руки которые будут носить тебя за что благодарение Богу Но один из ответственных моментов в жизни человека – знать, что он старик уже. Мне особенно понравился один брат. Я в прошлое воскресенье, кажется, в прошлое, позапрошлое, был на открытии молитвных домов в Сташанах. Есть такая деревня, есть такая церковь в Упинском районе. И там попросили одного из братьев, наверное, ему лет 87, чтобы мне не ошибиться было, сказать свидетельство. И вот что было интересно? Вообще, так сказать, его ровесники, которые были в начале этой церкви, они помирали уже. Ну, все-таки 87 – это же не 17, это 87, и мало кто доживал до этих 87 лет. И вот он говорит, говорит потом, братья, я чего-нибудь лишнего не сказал, я же старик уже. Потом говорит, говорит потом, братья, а я ничего лишнего не сказал, и я же старик уже. Наверное, раза три он ходил и контролировал себя. Ну, вы мне скажите, я ничего лишнего не сказал, я же уже старик. Братья мои, как это важно все-таки. Понимать, что мы старики уже, и у нас есть неможцы. У нас есть то, что может быть не совсем приемлемо для молодых людей. И Библия дает советы обоим категориям. Молодые, уважайтесь старцев. Все, что можно делать для них. Но вы старики, понимаете, что вы старики. И с вами надо как из детских. И не обижайтесь иногда, чтобы вам не вовремя что-то сделали. Вы поняли меня, о чем я говорю? Что вас на руках носят. Вам хотят уходить. Но если не хотят, другой вопрос. Но не всегда можно уходить. Старенький уже. Ему трудно уходить. И вот когда одна сторона не уважает, а другая не понимает, что с ней есть трудности, получаются конфликты. Получаются проблемы. Одни стараются уходить. А этим, чтобы уходить, надо, ой-ой-ой, как надо, чтобы уходить. Не стукни, не групни, не пройди, и еще что-то. И стараются с общих сил. Но даже случается так. Уронил и стукнул. И уже скандал. Забыли, что они старики. И надо понимать, что они так-то просто с вами. А Библия говорит о том, что в старице от вас учение благочастия. Не отниматься от того, что вы старые. Старицы должны так же одеваться, как приличный святым. Ну вот тогда. Мы обычно говорим, не одевайтесь не так, как надо. Будетесь облазнять, вы же молодые. А Библия говорит старикам. Вы в старости, но одевайтесь так, как приличный святым. И не больше, и не меньше. И вы знаете что? Наше время уже истекает. Можно было чуть-чуть, немножко говорить. Но есть еще один важный момент в жизни старца, за который Бог спрашивает даже в старости. И одно задание, которое Бог дал старцам до тех пор, покуда они будут жить на земле. Взыскание. Вы, наверное, все знаете флейту Михаила Ивановича. Однажды он уговорил меня поехать с ним вместе. Это было уже давно. Наверное, где-то год 85-й, не знаю. Но туда надо немножко назад время бросить. Он говорит, поедем посетим одну сестру больную. Он говорит, я там жил раньше. Эту местность мне знаком. Просто это мои друзья. Давай поедем. Мы с ним собрались и поехали. Приехали в дом, где, значит, была одна сестра пожилая, которую отправили с больницы умирать. Как ту больную, с которой уже ничего не сделаешь. Ее уже списали там. Говорят, едь, бабушка, домой, потому что тебе дело идет к смерти. Мы тебе не поможем. Хоть умри дома. Ну так часто, говорит. Что ты будешь в больнице? Все равно ничего тебе не сделаем. Все, твоя, как говорят, песенка спета, твой путь пройден уже. Мы с ним приехали туда. Это было время весеннее, когда стаял снег. А вы знаете, есть деревни. Куда добраться в весеннее время не так просто. Когда разольется, грасть все, перемыто. И вот они сидят и в полном смысле снова чуть не плачут. Ну как хоронить бы? Этот муж ее говорит, пожилой старичок тоже говорит, ну гроб как привезти? Говорит, понимаете, только пешком можно добраться до нас. А с машиной невозможно. И как, говорит, верующие приедут хоронить? Это ж такое разводе. Это такая вода. Побеседовали, пограли. Но она очень сильно просила, что вы же хоть приедете хоронить меня, когда я умру. Она готовилась к смерти. И говорит, мы ей помещали, что если такое случится, телеграмма или звонок, мы будем стараться приехать. Перед тем, как уезжать, открыли место Писания, где Господь упрекал Илья за то, что он, когда был молодой, не обуздывал своих сыновей. И большое проклятие было сказано на этот дом. За то, что ты их не обуздывал, я подсеку мышцу дома твоего. И говорит, в доме твоего не будет старца глубокой старости. Потому что ты не был готов жить в старости так, как надо. Ты в молодости не воспитывал детей. Тем более старость ты не можешь. Да чем такой старость в этом обществе? Для нас казалось, что это, ну, просто чисто случайность. И мы уехали. Помолились. Ну, как это принято у нас. Мы начинаем с молитвы, кончаем с молитвой вместе, с молитвой. И уехали. Вот проходит день, звонка нет. Проходит два, звонка нет. Через две недели приходит письмо. Приезжайте, будем праздновать день моего рождения. Вы знаете, это для нас было настолько необычно. Ну, как так? Готовились хоронить. Плакали о том, что невозможно будет похоронить. Ну, доехать трудно. Вдруг она день рождения исправляет уже. По счастью, обнаружишь, вот что интересная истина такая. Вот эта женщина, во время войны у нее не было своих детей. Она приняла на попечание восьмеры чужих детей. И у всех их вырастила. И всеми дала образование. Но ни одно из них не было верующим. И однажды Господь тебе сказал, вот за то, что они неверующие, это твоя вина. Они были тебе послушны. Они были тебе покорны. И твоя вина, что ты их не учила, и не водила в молитвы дом молиться. И я себя взыщу за это. И взыщу строго. Жизнь продолжалась. Наверное, это прощество было забыто. И вдруг пришло такое время. Собирается умирать. И когда было прочитано, вот это местописание, что Господь наказывал Илья за эту вину, что он не обуздывал, он договорился на вьян. Нет, говорит, дети мои, не хороша болва. Что это вы делаете? Но не обуздывал. И когда она это слово выслушала, мы уехали. Она наколеет, Господи, прости меня. Это ты рассчитываешь со мной. И тут же встала и пошла ухоживаться. И уже на счет жизни была полностью здорова. Братья мои, в этом смысле слова она забыла, что это подготовка к старости. И пройдет время, когда Бог строго спросит за те времена такой жизни полноценной, когда человек не сделал то, что должен был сделать. И как только она... Если где-то года четыре, наверное, уже... Ну, конечно, она уже тоже умерла. Но все-таки четыре года на это свидетельство, что причиной была именно вот такая жизнь и не подготовлена к старости именно в этом аспекте христианской жизни. Вторая задача, которая будет лежать на вас до последнего вашего вздоха. Пусть, говорит, старцы, там и вдовицы, они вместе идут. Это такая категория, незащищенная старцы и вдовы. То дети, старцы и вдовы, это самая незащищенная категория любого общества. Потому что они зависят от нас, а мы не все на своем месте в отношении их. И вот Библия говорит, пусть старцы что делают? Ворчат дома, скандалят или что-то. Нет, пусть они учат молодых, молодых, как учить мужей, как любить мужей, как любить детей, чтобы они были послушны и здравы у веры евангельской. Вы знаете, почему я сегодня говорю это старцам? Я наблюдаю в жизни много старцев, которые не учат любить, а учат, как не любить. И не соединяют семьи, а разводят семьи. Это работа старец. Они ничего другого сделать не могут уже. Но они находятся в доме. Они видят, как строятся отношения. Они много понимают, как надо делать, но забывают о том. Они говорят так, мы своих детей воспитали, теперь мы воспитываем сами. Я и пальцем не трону. Да. Бог коряет молодых за то, когда они делают не то, что надо. Говорит, я тебя накажу за то, что ты на старца налагала крайне тяжкое игорь. Чего они есть молодые, которые готовы всю свою щемню сбросить на руки бабушек и матерей своих престарелых. Это не работа. Это прямое действительно сопротивление чем канонам Божьим. Но и старец не имеет права сказать, мне до твоих внуков уже дела нету. Они должны учить, как любить мужей, как любить детей. У них есть опыт на это. Но, к сожалению, очень часто в старте бывает не на своем месте. Стоит муж с женой, у них немножко скандал, а престарелая мать выбухнет, как все равно, из пушки. Конечно, он будет с тобой так посмотри, а то ведь не умеешь. Ты вообще ни на что не способна. А ты не раха. Говорит, мама, но ты скажи мне на язык, зачем ты меня с мужем ссоришь? Он и так ко мне не совсем. А ты еще масло в огонь подливаешь. Ты не учишь любить, но учишь, как разорвать эти узы последние, которые есть. Учение о благочестии для старцев. Поэтому я буду кончать. Уже и время наше сошло на сегодняшний день. Но я бы хотел сегодня обратиться к тем, кто еще не знает Господа, но идет к старости. Если люди верующие, которые не готовились к старости, эти дни для них будут очень трудными. То есть тем более будут трудными те дни, которые к вам придут, если вы останетесь без Господа, без спасения, без благословения Господня. Поэтому, перед тем, молиться, я бы хотел сегодня спросить у вас, если сегодня мы встанем на наши ноги, если сегодня в нашей среде есть те, кто еще никогда не каялся, кто не заботится о своем будущем, кто не заботится о своей старости, сегодня у вас есть возможность покаяться, возможность превращаться в спасение, взять из рук Господня. если в нашей среде есть такие люди, которые готовы бы сегодня покаяться, отдать свое сердце Господу, вы выйдете, выйти сюда наперед, это для нас будет знак, что вы желаете сегодняшний день служить Господу, вы желаете идти с Ним по жизни, вы желаете иметь счастливую старость и во время немощи, во время болезни, во время особенно ответственной, иметь поддержку от руки Господня. Вот это пожалуйста. Покуда наши хористы поют, все готовы и покаяться, желающие взять спасение из руки Господней, вы сегодня это можете сделать, Господь ждет вас, Господь благословляет вас, Господь хочет дать вам спасение, жизнь вечную и особое христианское благословение. Пожалуйста, если есть такие люди, выходите вперед, и я знаю, милость Господня сегодня коснется в ад, вы почувствуете руку Господню, вы почувствуете милость Господню, которая будет изливаться на вас, и ту вечную, освобождающую силу Божию, которой нуждается всякий человек сегодня, живущий на земле. Пожалуйста, кто желает отдать свое сердце Господу? Кто желает сегодня покаяться? И сделайте это, потому что сегодня ваш день. Сегодня день, когда Господь зовет именно вас. Завтра может быть день, но вполне возможно он будет не ваш. Вполне возможно, ваше сердце будет не готово. Но если сегодня Господь просирает вам благоволение, если сегодня голос звучит для покаяния, и сделайте этот шаг, и вы никогда жалеть не будете. Да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok